Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Инесса Потапова. Появление ребенка на свет – это настоящее чудо. Первое знакомство с малышом, трепетное его ожидание. И все то, что приходится испытать будущим родителям, делает момент рождения младенца незабываемым. Какими уникальными талантами обладает ребенок еще до своего рождения? Малыш, рожденный всего 500 граммов, может жить. Беременная женщина на границе двух миров. Об этом и многом другом смотрите далее. Сегодня каждый человек знает, что собой представляет ультразвуковая диагностика и для каких целей она используется. Этот метод получил признание всех специалистов и стал их главным инструментом, особенно при ведении беременности. О наличии в природе звуковых волн, невоспринимаемых человеком, люди догадывались давно. Но открыл невидимые лучи итальянец Лазаро Спалансани в 1794 году. Он доказал, что летучая мышь с заткнутыми ушами перестает ориентироваться в пространстве. Попытки поставить ультразвук на службу медицине относятся к 30-м годам 20-го века. Его свойства начали применять в физиотерапии артритов, экземы и ряда других заболеваний. В 1949 году американский ученый Дуглас Хаури сконструировал первый аппарат для медицинского сканирования. Он представлял собой резервуар с жидкостью, в который помещался пациент, вынужденный долгое время сидеть неподвижно, пока вокруг него передвигался сканер брюшной полости – самоскоп. В последующие годы УЗИ-сканеры совершенствовались. К середине 60-х годов они стали приобретать вид, близкий к современному оборудованию. Ультразвуковая диагностика продолжает активно развиваться. На смену обычной двухмерной визуализации приходят новые технологии, позволяющие получать объемную картинку. Это позволяет уже на ранних стадиях беременности выявить патологии, в том числе и особенности развития, несовместимые с жизнью. В любом нештатном случае у врачей есть возможность проконсультироваться с коллегами из других клиник, федеральных медицинских центров. Если существуют какие-то проблемы в диагностике, то мы связываемся с учреждениями вышестоящими. Сейчас появилась такая возможность, как телемедицинские консультации. Пациентки, не добираясь до Москвы, вот здесь прям буквально в течение нескольких минут, при непосредственном общении с такими асами нашей диагностики, поставить диагноз. Это очень удобно как нам, так и пациентке. Ну, в частности, вот у нас был случай, когда у женщины была очень серьезная патология развития почек плода. Специалисты из центра Кулакова дали рекомендации по ведению ее беременности, родоразрешению и дальнейшей тактике ведения новорожденного. УЗИ в третьем триместре дает возможность провести анализ целого ряда важнейших показателей. Это положение ребенка, состояние здоровья большинства внутренних органов, показатели роста плода в целом и состояние его конечностей и частей тела. Толстые щелочки, так, немножко. Ручка, вот этот ручка впереди. Вон носик у него на носик. Вот, девай, 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 девай. Порочек закрыли. Рождение ребенка – великое таинство природы. У каждого народа складывались свои обычаи и поверья, посвященные беременности и родам. На Руси считали, что беременная женщина пребывает на границе двух миров – мира душ и мира живых людей. Существовало поверье, если беременная совершит дурной поступок, то у младенца могут быть родимые пятна. Строго-настрого беременным запрещалось работать в праздничные дни и заниматься рукоделием. Считалось, что если женщина будет работать в неположенное время, ребенок в родах запутается пуповиной. Вместе с тем беременные деревенские женщины до самых родов находились в трудах и заботах. И рожать им иногда приходилось и в поле, и дома в одиночку. И с помощью опытных, не раз рожавших женщин – повитух. Сегодня акушеры-гинекологи очень не любят высказывания типа «Раньше в поле рожали и ничего». Те, кто декларирует близость к природе, забывают, что в те времена в ходу была народная пословица про младенцев «Бог дал, Бог взял». А в наши дни каждый ребенок – величайшая ценность. Поэтому родовспоможение организовано таким образом, чтобы врачи могли контролировать каждый этап. Для более комфортного пребывания роженицы в роддомах созданы индивидуальные родовые залы. Каждый индивидуальный бокс оснащен всем необходимым оборудованием, а именно мониторы для наблюдения за внутренним состоянием плода, мониторы для наблюдения за функциональными параметрами женщины, дыхательная аппаратура для реанимационных мероприятий, дофибрилляторы, инфузионные насосы, реанимационные столы, для оказания помощи новорожденному. Женщины, поступая на роды, находятся под индивидуальным контролем доктора и акушерки. Мы не фиксируем женщин на родовых столах, даем им возможность спокойно ходить, сидеть на фитболах. Психологами доказано, что если женщину поддерживает на родах кто-то из близких ей людей, то она ведет себя более спокойно, и процесс рождения ребенка проходит намного легче. Ведь близкий человек всегда подбодрит и даже может помочь облегчить боль. Здесь имеются все необходимые условия для семейных родов. Потерпи, дорогая, еще совсем чуть-чуть. И наша малышка с тобой уже появится. В отделении новорожденных организовано совместное пребывание матерей и деток с первых дней жизни. Мне очень приятно оказаться в такой важный момент, в таком месте, где от и до заботятся и обо мне, и о малыше, начиная с родильного отделения, где постоянно со мной были врач, акушерка, анестезиолог. Все подсказывали, окружали вниманием, заботой, поддержкой. И мне хочется сказать им огромное спасибо за такое чудо. Появление ребенка на свет родители ждут с радостью. Но что делать, если он родился раньше срока? Если не набрал необходимую массу тела, не готов самостоятельно дышать. К счастью, современная медицина готова к рождению недоношенных детей. Чувашия стала регионом с самым низким показателем младенческой смертности. Благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию появилась возможность выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела. В прошлом году родился ребенок с массой 480 грамм при рождении. Девочка родилась на сроке 24 недели гистации. Она длительное время находилась в нашем отделении. Потом, после улучшения состояния, она легла вместе с мамой в отделение недоношенных детей и получала лечение там. И после того, как она брала необходимый вес, научилась хорошо дышать и усваивать питание, она была выписана домой вместе с родителями, вместе с мамой. Родители счастливы. На выхаживание недоношенных с экстремально низким весом специализируются президентский и городской перинатальные центры в Чебоксарах. Именно здесь сосредоточено новейшее оборудование, приобретенное по нацпроекту здравоохранения. Отработаны все технологии. Сюда же привозят крошечных пациентов из районов и городов республики. Здесь имеется транспортный инкубатор, транспортный аппарат искусственной вентиляции легких, здесь имеется монитор для мониторирования жизненных показателей, аппараты для проведения инфузии, инфузоматы так называемые. Ежегодно на реанимобилях осуществляется около 200 выездов в межрайонные центры, а также за пределы Чувашии. В прошлом году 150 детей было доставлено к нам из акушерских стационаров республики. 15 детей было транспортировано за пределы республики. То есть это в Москву, это в Казань, это в Пензу. Это дети с критическими пороками, в основном пороки сердца, которые требуют оказания помощи буквально в первые дни после рождения. К сожалению, возможность испытать счастье материнства и отцовства есть не у всех. Каждая восьмая семья в России бесплодна. В настоящий момент с помощью вспомогательных репродуктивных технологий практически все виды этой болезни излечимы. В отделении проводятся следующие виды современных вспомогательных репродуктивных технологий. Это такие, как программы ЭКО, инсеминация, ЭКО с применением ИКСИ-технологий, также программы с использованием донорских материалов. Беременность, наступившая после ЭКО, ничем не отличается от естественной, кроме одного момента. Первые несколько дней будущий малыш проводит вне материнского организма, в той самой пробирке. Наша работа заключается в процессе соединения женских и мужских половых клеток, выращивания эмбриона в течение пяти суток и подсаживания качественных, хороших эмбрионов женщине. КОНЕЦ Для каждого родителя его дети являются самыми лучшими. И они абсолютно правы. Но знали ли вы, что дети обладают уникальными талантами еще до своего рождения? КОНЕЦ Первый крик дети издают вовсе не после рождения, а до. Как выяснили ученые, младенцы учатся плакать с 26 недели беременности. Правда, беззвучно и без слез. При этом запоминая интонацию и акцент матери. А еще они помнят музыку, которую слушала мама во время беременности, и успокаиваются, когда слышат ее. Зрение Крохи тоже обладает интересными особенностями. Ребенок различает предметы на расстоянии 30 сантиметров. А первые две недели после рождения он может видеть окружающий мир только в черно-белой гамме. Удивительно, но новорожденные моргают очень редко, примерно два раза в минуту. Еще одна способность младенцев – они могут глотать и дышать одновременно. Можете даже не пытаться повторить. У взрослых этот фокус не получается. Самый долгожданный и незабываемый момент для молодых родителей – выписка из родильного дома. Поздравляем, растите ваше имя, не болейте. Еще приходите к нам. Ура! Я вообще счастлив. Очень рад увидеть сына наконец-то. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова